ребят всем привет сегодня промежуточный отчет о том какая работа была проделана и на этой неделе был доставлен вот такой вот прекрасный volvo v70 чуть не сказал xc и в принципе наверно не зря потому что изначально мы собирались выбрать именно xc70 но модельный ряд с 5 по 7 то есть запрос у заказчика был именно на volvo xc70 с 5 до 7 года но волей случая получилось так что машина 11 года в полном заряде стоило тех же денег но только без полного привода ну и в принципе заказчик согласился на такую легкую кастрацию и 7 лет разницы автомобиля и совершенно уже другое лицо этой машины двигатель у этого автомобиля двухлитровый здесь d3 мотор есть небольшая погрешность у этого автомобиля ну куда же без этого во первых слегка у него поцарапано крылышко переднее левая и заднее правая но это еще не беда из нерабочего периодически выскакивает ошибка датчик расходомера воздуха но мы с этим миримся перед покупкой было понимание что на родной земле он стоит порядка 300 долларов ну 293 если быть точным на разных компаниях есть варианты дешевле но вот такой вот недочет есть также за время пути вылезла правая ксеноновая фара отказалась сука работать ну ничего страшного лампочки это расходный материал бывает стоимость автомобиля был приобретен этот автомобиль за 5600 евро напоминаю машина одиннадцатого года раз таможен этот был автомобиль практически за 87 тысяч гривен 86 с копейками 86 700 если не ошибаюсь автомобиль этот приехал из швейцарии поедет он в донецкую область город мариуполь по плюшкам здесь есть люк здесь есть электрическая крышка багажника здесь повороны поворотный активный ксенон то есть он поворачивается вправо-лево за положением руля он светит вверх-вниз зависимости от датчика на положение кузова того как наклонен кузов также из приятных плюшек здесь датчик слежения за полосой то есть когда дорога поворачивает руль поворачиваешь его не надо натягивать держать она сама подруливает но тем не менее все равно это нужно держать многие из няшек сочтут задние подголовники складываются из княп очки ну такой себе прикол имеется ввиду когда собираются задние сидения то сначала складываются подголовники а потом собираются задние сидения в ровный пол мощность двигателя дизельного в 120 киловатт позволила выйти на расход 6 литров на 100 километров это по расходу естественно по трассе ну и естественно не в режиме дедушка пить cnr за хлебом стандартном режиме 110 на обгонок до 140 и в принципе если бы ехать 90 она бы жрала еще меньше машина ухоженная машина классная забыл про пробег у этого автомобиля один хозяин и честного пробега 290 тысяч на момент покупки 293 если не ошибаюсь то есть под 300 тысяч пробега еще раз акцентирую внимание на вольвовских моторах мы разбирали смотрели в моторы вольво в середину на пробегах 300 тысяч на этом формате есть еще заводская ханинговка на цилиндрах для вольвовского автомобиля 300 тысяч это не приговор это как бы непреклонный возраст это уже не юность но это еще нормальный бодрый возраст для возраст нет пробег да то есть что касается пробега именно вот таких вот моторов 300 тысяч это еще будет ездить ездить скажу честно откровенно я машины вольво пригонял в украину с пробегом практически полмиллиона это было несколько лет назад и он до сих пор ездит он не дымит он нормально потребляет топлива то есть масла жора там нету естественно чистили клапана и гер не страшно для автомобиля вольво пробег в 300 тысяч по состоянию что такое 300 тысяч пробега я сейчас покажу ну имеется ввиду родного пробега вот этот вот автомобиль прошел честных 300 тысяч то есть очень часто бывает такое что вот ребят вот что такое 300 тысяч вот вот не спиленные кнопки руль состояние руля абсолютно живое без мяса нищие у этого автомобиля вообще не единой точки ржавчины единственные погрешности этого машины это легкие царапины на переднем правом крыле переднем левом крыле и легкая притертость на заднем правом и и даже никто не красил и просто как бы это сказать потом поняли ну то бишь слегка краской замазана но без каких-либо кузовных приморных работ сервисная книжка с отметками аж до двухсот восьмидесяти до двухсот пятидесят короче двести шестьдесят тысяч у нее еще сервисные отметки автомобиль был куплен у официального дилера в швейцарии но хозяйка этого автомобиля она переездила десять тысяч по замене масла они любят long life и замене long life long life это длинная жизнь масла она у нас в украине не работает я могу отдельный ролик заснять по поводу топлива нашего и жизни этого масла но это будет отдельная история отдельное видео этот автомобиль переездил практически десять тысяч поэтому мы экстренно меняли здесь масло ну там такой масло было но но черная как 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 дегать как смола в багажнике есть целая пачка документов за всю жизнь этого автомобиля обещанный короче реально вот вот вся жизнь этого автомобиля в одном мешке с картами навигации кстати это один из немногих автомобилей у которого по украине есть навигация часто бывает доезжаешь до украинской границы а дальше все прорва как будто там вообще ничего нет чистый океан или какой-то ну что-то неведомое то есть доезжаешь граница до дороги до дорога до границы есть а дальше вообще прерыванием а ничего ну что можно сказать ехали конечно мы за другой машиной но попалась и выбор однозначно упал в сторону в 70 да по машине есть кое-какие недочеты но ребята мы все прекрасно знаем мы понимаем что мы приобретаем не новый автомобиль который нужно будет досмотреть что-то где-то как-то по впечатлениям поездка начало чуть-чуть была у нас неудачная потому что мы ехали на автобусе а не так как хотелось бы нам с комфортом на самолете но осталось а то что осталось спасибо еще 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 надо сказать что изначально старт у нас должен быть вообще в сторону дортмунда но да все все немножко поменялось поэтому как в принципе по десятибалльной шкале о впечатлениях у поездки проживание отлично все было сделано с проживанием с питанием в принципе в принципе можно поставить чтобы не загордились твердую девятку на самом деле была девятка надо еще немножко звезды в отеле поднять и тогда будет девятка но все равно спасибо за теплый лесный отзыв спасибо андрею это именно тот бородатый человек который нашел эту машину да у него талант на вольво он про вольво может быть уже знает в некоторых аспектах уже больше чем я потому что количество вольво которые привез именно андрей которые не попали в обзор ну и действительно очень очень много ребят ну на день сегодняшний у нас все дальше у нас парни снова летят в европу ну а с вами был николай тарануха всем удачи на дорогах всем пока пока